В Петербурге молодым людям призывного возраста стали приходить вот такие СМС. Нововведения от военкоматов родного города Владимира Путина. СМС-повестки зовут, как обычно, якобы для проверки данных. Тем же, кто зачем-то приходит, предлагают заключить контракт с российской армией в добровольно обязательном порядке, как водится. Насколько это серьезной проблемой может стать для людей призывного возраста или тех, кто боится мобилизации, мы поговорим об этом прямо сейчас. Пресс-секретарем проекта «Идите» Лесом Иваном Чувеляевым. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Да, мы обещали нашим зрителям комментировать каждую тревожную новость по поводу возможной мобилизации или каких-то еще таких рычагов давления новых. И вот выполняем наше обещание. Вот мы видели одно это сообщение. Есть ли у вас информация о каком-то потоке, может быть, не только в Петербурге? Есть информация о бесконечном потоке, действительно, но у нас есть информация, что такие смс-повещения приходят в течение всей этой недели. И, в принципе, понятна логика, понятен механизм, как это будет работать. Пользуясь случаем, скажу, что не надо, пожалуйста, на такие сообщения ввестись. Это как звонки из службы безопасности Сбербанка. Ровно такая же история. Вам звонят, рассчитывая, что вы наивный, глупый, и сейчас назовете три цифры секретного кода на обороте карты. Пожалуйста, не надо этого делать. Вообще не обращайте внимания на эти смс-оповещения. Это не повестка. Вам никто не придет и не будет ваш загранпаспорт забирать и съедать, если вы эту смс-ку получили. Это не черная метка. Это спам от военкомата. И больше ничего. За этот спам военкомат будет получать зарплату, а вы, пожалуйста, на него не обращайте внимания. Рассчитано это на то, что какое-то количество людей решит, что ну все, Родина меня позвала и пойдет в военкомат. Но делать этого ни в коем случае не надо. Очевидно, что это практика, которую они, в общем, внедряют и будут дальше активно использовать. Это нормально, это статная, что называется, ситуация в том мире свинском, в котором мы с вами находимся. Ну вот вы сейчас самую важную вещь, наверное, сказали, самую простую, доходчивую, это не повестка. Просто, понимаете, то, что написано как повестка, то, что приходит как повестка, и то, что выглядит как повестка, вроде бы должно быть повесткой. Но это не она. Нет, это не она ни в коем случае. Ровно так же, как люди получали эти самые повестки по WhatsApp, в виде разных других мессенджерах, как угодно еще. Но, извините, повестка вот теперь после всех тех поправок может вам приходить на госуслуги, но, извините, смс-ки на госуслуги, это немножко другое все-таки. Ну или классика, бумажечка, которую уж там получили, вы не получили, это неважно. Вот, но в любом случае реагировать на эти смс-ки точно не надо. И ходить в военкомат самому, если вы получили вдруг такую смс-ку, тоже ни в коем случае нельзя. И поскольку у нас объяснительные фирмы, еще раз проговорим, что за это ничего не будет, да? Конечно. Нет, ничего не будет. Проигнорировали и забыли? Да. За то, что вы получили смс-ку, пока вас никто не штрафовать, не сажать, не лишать прав, ничего другого не будет с вами делать пока. То есть, да, если вам пришла такая смс-ка, это не значит, что вам заблокирован выезд из России, что вы не можете водить автомобиль, покупать и продавать недвижимость. Ничего вот из этого, из того, что было во всех этих новых законах и все эти нововведения, по смс-ке не работают. Не работают. Очевидно, что они должны работать. Еще одну новость... Мы опираемся на практику, и я вам больше скажу, что мы опираемся на практику, и в основном случае никаких сообщений пока о том, что человек не явился в военкомат по первому зову, ему уже запретили, не знаю, водить машину, ходить, дышать, пользоваться канализацией и покупать продукты в магазинах. У нас такого пока что еще не было. Пока это все выглядит как просто очередное ускорожение, запугивание, манипуляция. Ну, то, в чем они действительно сильны, эти самые ребята, рассылающие такие смс-ки. Да, но, к сожалению, это, возможно, выглядит еще и как заготовочка на будущее, но на будущее мы посмотрим. А я хотела с вами обсудить вот еще какую тему, которая на этой неделе была, про летчика, который убежал из путинской России, потому что он рассказывал, что пытался даже до войны уволиться из армии и не хотел воевать, и в конце концов, чтобы не исполнять преступные приказы, убежал за границу. Кажется, что сейчас, летом 23-го года, выглядит фантастически, если ты уже в этой машине войны, и все равно прямо из нее можно выбежать и можно спастись, не сесть и так далее. Расскажите, Иван, а у вас есть такие кейсы, и насколько это рабочее, насколько, если ты хочешь, значит, сбежать и выбраться оттуда из этого ада, это, возможно, реально и надо это делать? Да, это возможно, но это требует от человека невероятной отваги, невероятных усилий, невероятной силы воли. А вы поможете при этом? Простой кейс, и самый очевидный, который я могу привести в пример, во многом похож на этот кейс, который BBC опубликовала, но только несколько более такой кринжовый. У нас был молодой человек, отличный парень, который участвовал непосредственно, он был в той группировке войск, которая участвовала в усторжении в Украину. 24 февраля, он буквально вот был среди тех военнослужащих, он был офицер, он был среди тех военнослужащих, кто перешел границу непосредственно с утром в ночь на 24 февраля. И, соответственно, он был, по-моему, по Черниговым в той группировке войск для того, чтобы покинуть, во-первых, он рассказывал нам, что в первые недели, даже в первый месяц войны, вот все это время, что были все эти манипуляции под Киевом, и попытки взять Киев за три дня в течение месяца, даже больше, валились просто валом заявления на увольнение. Люди разрывали контракты каждый день. По его данным, было порядка 200 увольнений в день. Ну, то есть 300 солдат просто уходили. Это не считая тех, кто просто разворачивался и уходил домой, сложив оружие. Таких тоже было очень много дезертиров, и их просто было некому ловить. Не было никого, кто мог бы их там собрать по полям и в какую-нибудь клетку посадить. Да и некуда их было сажать. И он для того, чтобы покинуть линию фронта, он, во-первых, всех своих подчиненных отправлял в госпиталь, рассказывая, значит, что у них там у одного остеохондроза, у другого остеопороза, у четвертого врожденный порог в сердце. В общем, писал им бесконечные какие-то цедулы и просто отправлял их с фронта прочь. И последним ушел сам, он прострелил себе ногу. Понятно. То есть главное, что мы можем, наверное, практический вывод сделать из таких кейсов, как МББС, тот, который вы описали, это то, что если ты уже даже поучаствовал в этом, фактически с оружием переходил границу с Украиной и нападал фактически, это еще не значит, что ты не можешь не сбежать. Мы это поняли. Спасибо большое. У нас в гостях в эфире программы «Воздух» был пресс-секретарь проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев, и вы можете в этот проект обращаться. Ссылку на бот мы поставим в описании к этой трансляции. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду «Ходорковский лайв», которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали, так мы станем ближе.